Как я и собирался тут давно-давно сделать все-таки еще раздел по традиционной медицине, уже вводные к этому есть, тут лекции этого раздела. Вот я это все-таки делаю, и по воскресеньям планируется тема Аюрведа, и возможно по вторникам Цигун будет, то есть китайская система. Спецификам. По Аюрведе очень много говорят, сайты есть хорошие, есть у нас люди, которые хорошо практикуют в Индии, учились, я ни на что не претендую. Так я по специальности филолог, а не врач. Следовательно, мое изучение будет филологическое, то есть моя задача какая? Конспектировать, перевести. То есть полный перевод, конечно, не будет, это серьезное дело, это нужно сидеть. Но вот примерно в том же режиме, как я работаю по буддийским источникам, вот Абхидхамаха тут уже прошла, Сутры, Будагоша идет. То есть я планирую брать полностью текст и по возможности близко к тексту его пересказать. Возможно я при этом какие-то свои примеры буду проводить, то есть мои примеры это уже на мое усмотрение, это мое мнение. Можно это вообще пропускать, так как я не практикующий врач, что-то я конечно буду говорить по поводу всего этого, как мне кажется поясняющие там или связывающие с каким-то опытом. Это я буду делать, потому что жанр такой YouTube клип. Но задача филологическая, вот есть тексты, сейчас я как раз их перечислю, задачу вот этого вводного курса, сейчас в данном случае перечислить вводные лекции, перечислить эти тексты. С чем работать будем? Есть тексты, я их перерабатываю, все, пересказываю. Тексты довольно большие. Значит, что у нас имеется? Ну, с аюрведой легко, потому что оно стандартизировано. Есть большая тройка, большая трилогия, есть малая тройка. Вот с этим естественно в первую очередь и работаем. Большая тройка состоит из Чарака Самхиты, более древний текст, Сушута Самхиты и Аштанга Хридая Самхиты. Чарака Самкрита, наиболее древний, Чарака Самхита. Чарака что-то типа переводчика, то есть собрание переводчика. 8 разделов, как раз там общее определение всяческие. Классификации этих самых ДОЖ, то есть общие всякие понятия. 8 главных болезней там описывается, то есть подробно там болезни, в общем-то, не описываются. Общее лечение, общая терапия, там все есть. В общем, это учебник по медицине, но он достаточно древний. Скорее всего, 5 век нашей эры где-то так. Сушута Самхита, это вообще говоря по хирургии, я не знаю, насколько она нам полезна, потому что хирургия сильно ушла, и мы в домашних условиях не можем ее делать, и даже это вредно. Поэтому, видимо, сушуту Самхиту я типа в последнюю очередь. Там что-то полезное есть, там лекарственные средства описываются, там описываются какие-то простые способы, типа там, если палец загноился, что делать и так далее. Что-то там применимо, но не систематическое, потому что хирургия сильно развилась с тех пор. Вот о штангах рядая Самхита, то, с чего я планирую начать. То есть, в принципе, это что-то типа сушута Самхиты, но она как бы короче, она позднее. То есть, она как бы так вот, это и более поздний, и более короткий вариант. То есть, вот с него лучше начать. В общем-то, он, видимо, делался как краткий учебник по всему этому. Она состоит, довольно она большая, там 120 глав. Если мы будем в режиме 1 глава в 1 неделю, как планируется, это, конечно, на годы. Даже первая эта самая Самхита на год растянется. Ну, может быть, я как-нибудь еще поставлю, то есть, второй клип, может быть, 2 главы, может быть, я летом больше этим займусь. Ну, в общем, вот так вот планируется. По 1 главе пока в неделю, там главы достаточно емкие. На первой части этого сутра Астхана у меня есть огромнейший комментарий. Что-то там под тысячу страниц. Только на первую часть на сутра Астхана. На английском и санскрите, естественно. Все, первая тройка вся у меня есть на английском и санскрите, конечно. То есть, это все можно сделать, безусловно. В какой-то степени санскрит я не скажу, что там крутой пандит, но знаю, я могу разобрать санскрит, и тем более английский свободно. То есть, перевести это с учетом даже санскритских этих фрагментов я, конечно, смогу. Не переведено на русский, но переведены значительные фрагменты. Конечно, вот то, что в практической жизни нужно для аюрведы по возможности, аюрведисты у нас напереводили, но не все переводили, отдельные части переводили. Там очень много, если так переводить, это надо садиться, больше ничего не делать, переводить шастры. Малая тройка текстов Шарн, Гадара, Самхита. Скорее всего, очень поздний, 1500 год, но явно после арабов там опиум потребляется и другие средства, которые арабская медицина. Они уже после Авиценны идут. Авиценна во многом пытался синтезировать краса-юрведу и персидскую традиционную медицину. То есть, он в общем-то тоже в этой же традиции работал, Авиценна. Ну, что там, говорят, что в основном фармакологической, не читал. Вот, может быть, до этой тройки тоже дойду. Пока у меня их и на руках нет, но может в интернете это поискать и появится. Ну, в общем, пока проблема не стоит, я думаю, что большая тройка затянется на годы, в планируемом режиме. Значит, Бава, Пракаша там есть. В основном, очень инакая чкицы, то есть, лечение многих болезней рассматривает. А также омоложение довольно много. То есть, ну, довольно большое, позднее тоже сочинение, это 16 век. Учитывает уже вот те достижения, которые у них были после этого, общение с арабской медициной, плотное и так далее. Мадава не дано, более раннее оно. Там довольно обширный перечень всяческих заболеваний приводится. Тоже вот во вторую тройку входит. Ну, много было других, допустим, по педиатрии были Кашьяпа, Самхита, Бейла, Самхита и так далее. Много обзорных учебничков. У меня лежит множество их на английском, в том числе пухлых. Мне трудно, поскольку я не специалист, определить качество. Очень много выходит некачественной литературы, поляризирующей, до такой степени популяризации, что лучше этим не пользуется, особенно учитывая, что это медицина, то есть, это может повлиять на здоровье. Если тут вот в процессе, на ютубе может, в процессе вот выхода этих всех клипов, кто-то, блин, присоединится и что-нибудь посоветует, может быть, я включу параллельно вот с Хридайей Самхитой какой-нибудь современный учебник. Но достаточно, чтобы он был достаточно подробный, соответствовал действительно традиции и не был популяризации. То есть, всякие книги, типа, как овладеть аюрведой за две недели, я принципиально, конечно, включать не буду, тем более они есть на русском, а какой-то смысл можно по-русскому прочитать. То есть, если какой-то англоязычный или там на других европейских языках хороший источник кому-то известен, современный более-менее подробный, то вот можно посоветовать, я параллельно с Аштангой Хридайей буду излагать. Можно, в принципе, на хинди, хинди у меня довольно плохо, но улучшается. Хинди язык простой, изучаю его довольно быстро. Я думаю, что к Новому году я точно на хинди буду уже читать, судя по тому, что это очень быстро и легко все идет. Поэтому, в принципе, можно и на хинди, если кто-то знает, если оно есть в интернете, если оно хорошее. Хорошее это, когда его много, когда оно соответствует традиции и написано по возможности человекам, которые сам это делают. Вот это хорошее. Ну вот пока такие планы, то есть пока планы это Аштанга Хридайя по главе в неделю. Аштанг x'ридайя по главе! Астанг.